Патриотизм это по определению любовь к родине, а любви научить нельзя. Можно лишь помочь людям раскрыть в себе этот безграничный и искренний потенциал любви. Здравствуйте, меня зовут Ольга Перцева, это интервью на Первом городском. Как воспитать в детях любовь к родине, кто и как должен это делать? Какова роль государства? Все эти вопросы обсудим сегодня с гостями Первого городского. Ветераном подразделения антитеррора «Альфа», руководителем спортивно-патриотического клуба «Иропок» Ильей Шадриковым и первым вице-президентом Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Владимиром Березовцом. Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Илья. Очень приятно видеть таких бравых людей в нашей студии. Сегодня у нас тема такая, мне кажется, которая сегодня на слуху, да, вот везде в России поднимается, это патриотизм. В Омске прошла 26 апреля конференция «Патриотизм. Фундаментальная основа безопасности России». Вы были ее участниками. Я понимаю, что Илья выступал на конференции, доклад свой представлял. Почему именно Омск выбран местом для такой большой конференции? Да, во-первых, почему выбирают регионы? У нас много инициативных людей, которые могут это организовать. Они приглашают, организовывают, а мы проезжаем уже, в принципе, готовы к работе. Ну и как бы разговаривать о патриотизме в Москве и разговаривать о патриотизме в Омске – это разные вещи. Чем это отличается? Да, потому что даже все наши социологические исследования, которые Ассоциация проводит, что регионы все-таки более патриотически настроены. С чем это связано, на ваш взгляд, Илья? Ну, с моей точки зрения, с тем, что я очень много работаю с молодежью, потому что они же все-таки наши опоры, наше будущее. Поэтому моя точка зрения, то, что меньше соблазна намного, меньше какой-то испорченности, остались какие-то традиции, то есть, ну, в таком русле. Ну, это вот, то есть, близости поколений, наверное, друг к другу, да, и людей, вот именно узкий такой круг общения. Да, но я не говорю, что в Москве, там, в Санкт-Петербурге такого нет. Да нет, конечно. Конечно, это везде есть, но просто не в том, вот именно в таком объеме, как, допустим, в регионах, как у вас. А что Омск, вот, ну, безусловно, мы сейчас в Омске с вами выходим, да, нашим мечам интересно, что, что Омск вообще, как он в этом плане, на ваш взгляд, как сегодня обстоят у нас дела с патриотизмом? Я вам скажу, у вас очень мощное патриотическое движение среди молодежи, и спортклуб, там, Альфа, Омск. Люди инициативные, и люди в подвалах делают чемпионов. Да, конечно, у вас значительно хуже материальная база, чем в столице. Ну, увы, да. Но какие люди выходят с этих подвалов, это параллельно. Самое же главное, дух не снаружи, что, самое главное, что внутри, поэтому. О чем сегодня вот больше всего говорилось на конференции? Я понимаю, что патриотизм, это вот, ну, основная, да, тема, то есть это обозначенная тема. То есть о роли государства, но говорить, к сожалению, не о чем. Почему? А потому что, в основном, патриотизм, это на инициативных людях, на патриотах, на личностях. Сейчас, да, государство включается, там, и юнармия, и другие там общественные институты. Но того, что было при Советском Союзе, нам еще очень далеко, далеко, далеко. То есть нам нужна вот какая-то идеология, да? Да, пока в сознании людей что-то не вобьется, потому что самое главное, это человек. Неважно, там, какие другие инструменты, если человек, если ты пока сам этого не поймешь, что должно быть. Что неважно, какая там страна, там, это твоя страна, ее надо любить в любом случае. Ну, вот понимаете, мне кажется, слово «надо», да, и слово «должен», оно, может быть, не совсем уместно при слове «патриотизм». Да, это либо есть, либо нет. Насильно любить не заставишь. Насильно любить не заставишь никого. Точно так же, как ты должен там жить вот с этим человеком. Понятно, что ты не будешь жить с ним, если ты его не будешь. Это фальшивый патриотизм. Да. А как воспитать настоящий-то патриотизм? Такой, чтобы вот, я не знаю, ребенок с детства понимал, что, ну, все кричат уродина, но она нам нравится, да? На примерах. На примерах. У нас немало примеров. Что у нас? Вопрос Сирии. Россия показала, что да, мы сильные воины, сильные бойцы, у нас есть армия. И на примерах надо показывать, у нас сильный спорт. И в каждом искусство есть, на примере, кого воспитывать патриотизм. К сожалению, это все затмевает много грязи, коррупция, прочее, прочее. Экономика. Обычная наша экономика, которая мешает нам бытовуха, да? Которая мешает нам жить и развиваться именно внутренней личности, да? Сожалею, да. А не думать о том, чем накормить ребятишек завтра. Ну, с моей точки зрения, знаете, запретный плод, он сладок. То есть не надо, конечно, говорить ребенку, что вот мы хорошие, там те плохие, он должен сам убирать. Но при этом надо следить за определенными его действиями. Вдалбливать в голову с самого начала вот именно слово патриот, 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 это неправильно. А вот какие-то давать другие ценности, минуя, допустим, слово патриотизм, за ребенок сам будет понимать, что все-таки он любит эту страну. Это экскурсия, это история в первую очередь, чтобы он сдал. Самая главная история. Потому что человек живет в своей стране, он должен знать свою историю. Вот, вы знаете, мне всегда было обидно, когда нас называли Иван Родства Непомнящий, да? Что вот русские вроде все такие. Что мы в своей России, мы не помним родства, мы не помним истории. Сегодня очень модно, наверное, со всех углов, со всех экранов, со всех рупоров кричат о том, что тут мы были неправы, тут Советский Союз там навредил, там оккупировал. Это все переписывается, переделывается. Возможно, в то время было не так. Но мне кажется, основополагающим должно быть то, что ребенка нужно воспитывать в уважении к прошлым поколениям. Правда? Что все то, что сделано сегодня, это было сделано отцами, дедами, прадедами и на протяжении многих веков. Самое главное, традиции соблюдать. Традиции. Потому что их не будет уже, получается, прошлое поконение, мы не будем помнить. И не порочить, наверное, то, что было сделано, да? Мы все время перед кем-то оправдываемся. Это настораживает. Мы не должны оправдываться. Мы освободили мир от фашизма. И сегодня уже, когда делаются соцопросы в Америке, в Европе, уже 70% заслуги переписывают на Америку. Это вообще удивительные факты. Мы проигрываем в идеологической борьбе. И не надо оправдываться, надо доказывать, что мы сильная мировая держава. У нас своя державность, мы сильные. Но да, конечно, надо думать об экономике. Ну и на своем примере показывать. Сегодня кто начнет борьбу с коррупцией и хотя бы каким-то образом покажет, что есть результаты, это уже национальный герой. Потому что сегодня самый страшный враг. Илья, вы человек военный, да? Но сегодня профессия военного вроде опять завоевывает прежние какие-то места, пьедесталы почетные. Постепенно возрождается из ничего. Вообще, что сегодня рассказываете молодым мальчишкам, девчонкам? К чему призываете? Я не знаю, что говорите о том, где служили, как служили, я не знаю. Чем завлекаете-то их? Ну, я завлекаю, наверное, тем, что... Сколько у меня? Где-то около 350 детей, да и взрослых. Наверное, в первую очередь завлекаю только тем, что, наверное, иду с шагом по времени. То есть я знаю, я точнее то, что я, я и моя команда, мы знаем и понимаем, что хочет молодежь. Поэтому мы это умеем правильно преподать, но при этом разговаривая и преподнеся им, как бы, ну, на их тематику и с их мировоззрением. Но немного, конечно, касаясь косвенно того, что мы хотим дать. И это как эффект 21 кадра, да, получается? Да, да, да. 21 кадра, и это вот работает. Вот, ну, в первую очередь, конечно, я не рассказываю все, где я участвовал, потому что это, ну, сами понимаете, нельзя. Но, тем не менее, все равно, они же смотрят, вот, допустим, на ваши награды, да? Это какой-то ореол романтики, героизма такого, да? Это все равно привлекает? Ну, конечно, все-таки форма. Вот, потому что в мои годы молодые армия была, ну, профессия военной. Ну, мне уже 35 лет, поэтому... Уже? Да, 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 да. Сейчас, конечно, армия набирает обороты выходить за военную. Мы как раз вот буквально перед началом этой передачи спорили, вот, как у нас... Стоит или не стоит выходить за военную? Ну, нет, да, потому что всегда же было в Советском Союзе престижно, когда красивый человек, там, встречается, генетика образовывается, получается, там, третий красивый человек, образом говоря. Вот, сейчас, в принципе, это тоже все нарастает. А что касается завлекания, тут просто действительно надо знать и понимать, что они хотят, то есть, тонко. Они же дети, они все чувствуют, когда ты делаешь что-то для отметки, вот, ну, что просто было, то ли какое-то мероприятие, либо какой-то урок, они чувствуют это. А если ты действительно подходишь с этим вопросом, с душой и, наверное, с сознанием того, что ты хочешь им дать, действительно, ты будешь дать, вот, они делают все это по-другому, они, точнее, видят это все по-другому и воспринимают по-другому. А начинать, вот, учить патриотизму нужно с какого-то возраста, или это человек должен, я не знаю, сосать с молоком матери? С молоком матери. Патриотизм это как семья, какие разговоры идут в семье, какие разговоры идут в школе, ну, почему, ну, сегодня военным не стыдно быть. Первое, это стабильность. Второе, это какая-никакая, но стабильная, нормальная зарплата. Зарплата, конечно. Это жилье, которое, в принципе, в министерстве обороны обеспечено практически все. И, ну, если бизнес сейчас очень нестабилен, то армия стабильна. То есть сегодня даже ради того, чтобы содержать семью, можно идти в армию? Конечно, это что, маловажно, что ли? Ну, нет, это очень важно. Я вам скажу, что это очень важно. Я пойду в армию, хорошо, вы говорили. Слушайте, ну, вы вот оба участники, да, подразделения антитеррора Альфа, вы ветеран этих войск, вы тоже ветеран этих войск, да, с разных поколений. Вообще, насколько вот, я не знаю, я первый раз, по-моему, встречаю людей, которые служили в Альфа. Сегодня уже можно рассказывать что-то о своей работе? Что вот основное было? Или это все вот настолько засекретно? Ну, все, ну, есть еще секретные операции, они остались и всегда будут. Есть уже, которые грифы секретности сняты, и, в принципе, это уже прошло в широкой прессе, все рассекречено. Ну, и когда я служил, мы вообще у нас, не было даже понимания, что такое подразделение. Семьи не знали, где мы служим. Правда? Да, ну, я был там младший научный сотрудник НИИ тракторной техники. Да, правда. Да, начинал с лесарем там уже. Удивительно. А даже такого понимания, что подразделение, спецподразделение, даже сотрудники... То есть вы даже жене не говорили на ушко по секрету? Ну, это никому и не надо было. И так было спокойнее. Вот этому поколению, уже когда они были рассекречены, и что нам они переживали? Мы улетали в Афганистан. В командировку просто, да? Все им говорили, уехали испытывать технику в Таджикистан. Все, никаких вопросов. Проехали загорелые с Таджикистана. А когда идет война, там пылает Кавказ, и все отслеживают по телевидению, и знают, что их мужья там, это намного сложнее. Ну, конечно, это страшнее. То есть вы уже были как раз из того поколения, да? Да, да. Когда Северный Кавказ. Ну, да, но я пришел уже после Беслана. Ну, как раз... Слушайте, я помню, это ужасная была трагедия этой Бесланы. Да, после Беслана тоже достаточно много. Да и до сих пор этого бан под поле есть, которые хотят сломить страну, которые хотят отнарушить ее конституционный строй. То есть сломить какое-то мнение в обществе. Поэтому они есть, будут. Ну, благо нашим руководителям, наверное, всем, то, что вот такие серьезные моменты в плане Беслана их искореняют еще до того момента, как они только начинают планироваться. Ну, это благодаря нашим, как сказать, ну, нашей службе, естественно. Сегодня подразделения антитеррора Альфа отличаются от того, что было раньше? Я не знаю, подготовкой, навыками, да? Кардинально. Кардинально. А почему? А потому что пришли более образованные ребята. Другое вооружение, другая защита, другие методики подготовки. Ну, наверное, другие задачи. Потому что в Советском Союзе вот такого не было, как сейчас. А это разная тактика, разная кипровка. Каждая задача требует под себя определенную тактику. Но мы очень благодарны нашим ветеранам, которые зарождали все это. Зарождали эти традиции в 1974 году. Подразделения были созданы. И они вот до сих пор, спустя почти 40 лет, они... 45, да. 45, да. Минуточку. Они уже есть, они уже, они есть, и это низкий поклон тем людям, которые начинали это все. Владимир Васильевич. На самом деле, да, действительно, низкий поклон тем людям, которые вообще берегут наш покой. Друзья мои, я с вами вынуждена попрощаться, потому что время нашей программы подошло к завершению. Спасибо вам, что вы вот с такой миссией хорошей, доброй колесите по стране, да. И я так понимаю, что Омск это не единственное место, где вы были, и где вы планируете быть, что дальше наверняка еще другие города и регионы. Ну, я с вами прощаюсь, спасибо. Спасибо, добрые люди, кто не забываете. Спасибо, до свидания, вам хорошей работы. Это было интервью на Первом городском. Все наши программы ищите на сайте. Это вамск.ру. На сегодня это все. Увидимся.